В эфире программа День города в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите Пик заболеваемости с начала недели в школах и детских садах региона введен карантин по гриппу и ОРВИ. Лед тронулся, рязанские спасатели провели рейды при Киаке с целью обеспечения безопасности людей на воде. В преступлении и наказании рязанские правоохранители закрыли горный клуб и задержали злоумышленника. И обо всем подробнее. В городе приняли профилактические меры, которые направлены на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ. По информации Министерства образования Рязанской области, 1 февраля для учащихся первых классов начались дополнительные каникулы, которые продлятся до 7 февраля. Кроме того, в случае наступления так называемой второй волны ОРВИ и гриппа на территорию Рязанской области будет рассматриваться вопрос о предоставлении дополнительных каникул ученикам средних и старших классов. На карантин закрыты 4 школы, 2 в Рязани и 2 в Ряжском районе. В некоторых образовательных учреждениях областного центра из-за небольшой посещаемости отменены занятия в нескольких классах. Что касается дошкольных учреждений, то на сегодняшний день не работает всего 5% от общего числа детсадовских групп. А о том, какая дополнительная профилактическая работа ведется в дошкольных учреждениях, расскажет Алена Куколева. Здесь, как на войне, любые средства хороши, уверены воспитатели Рязанского детского сада номер 26. Беседы с родителями и индивидуальные средства защиты малышей. В нашем детском саду проводится профилактика ОРВИ гриппа. То есть ежедневно мы ведем прием деток, выявляем детей с катаральными явлениями, либо с подозрением на заболевания и отправляем их домой подлечиться. В каждой группе у нас ежедневно проводится кварцевание, влажные уборки с применением тест-средств. То есть, естественно, проветривание, прогулки на свежем воздухе обязательно. В игровой комнате пахнет чесноком. Такая ароматерапия не только доступная, но и эффективная профилактика вирусов. Так называемые фитонциды этого продукта повышают устойчивость к инфекционным и простудным заболеваниям. Для девочек красивые амулеты, для мальчиков волшебный оберег. Этим детям коварный грипп и злая простуда не страшны. Ну, прежде всего, профилактические мероприятия – это у нас лук. Мы всегда каждое утро раскладываем лук. И также у нас есть волшебные амулеты, которые дефитышат. Там находится у нас чеснок. То есть это родители каждый день приносят со свежим чесноком у нас. Старые добрые меры и профилактики по-прежнему работают. И здесь они тоже взяты на вооружение. Еще у нас есть аксалиновая мазь. Каждое утро, приходя в детский сад, берут палочки, аксалиновую мазь. И каждый родитель смазывает носик аксалиновой мазью. Но у воспитателя Людмилы все же есть свой секрет. На протяжении всего года ее подопечные закаливаются. Веселые массажные коврики для стоп и разноцветные мочалки для тела. Такие процедуры дети принимают каждый день после тихого часа. И то, что секрет работает на все стоп, оказывает практика. В ее группе дети не болеют. Как для детей, так и для взрослых. Меры профилактики гриппа остаются все теми же. Частая мытье рук, прогулки на свежем воздухе и витаминизированное питание. Все это поможет дать вирусу отбой. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев сегодня на заседании регионального правительства заявил о необходимости приступить к ямочному ремонту дорог, не дожидаясь весны. Глава региона отметил, что в условиях оттепели, частых и резких припадов температуры и осадков качество дорожного покрытия значительно ухудшается. Что при активном автомобильном движении провоцирует появление ям и выбои. Сегодня существуют технологии, которые позволяют проводить ремонт, в том числе и при минусовой температуре. Дорожные службы использовали так называемый литой асфальт, а бетон. Дорожные службы уже неоднократно использовали его в своей работе. И этот способ зарекомендовал себя, как вот такая временная мера, очень даже неплохо. Поэтому я считаю, что и необходимо приступить и сделать ямочный ремонт там, где это, не дожидаясь весны, там, где мы видим разрушение покрытия с использованием вот этих технологий, о которых я сказал. Я имею ввиду предварительную просушку еще вместо укладки литого асфальта. Я прошу министра транспорта и автодорог Рязанской области Евгения Межорина и главу администрации города Рязань провести сейчас вот обследование дорог и принять решение по заделке выбоин, ямок именно литым асфальтом до перехода к весеннему капитальному ремонту этих автодорог. 31 января начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов принял участие в рейде при Киаке с целью обеспечения безопасностью людей на воде. В патрулирование вышли инспекторы государственной инспекции по маломерным судам, спасатели областной поисково-спасательной службы на воде, активисты регионального отделения общественной организации Всероссийского общества спасения на водах, представители администрации Рязанского района и работники местного гарнизона пожарной охраны. В выходные дни для обеспечения безопасности людей на реке Оке в Рязанском районе привлекалась самая современная техника. Были запущены беспилотные летательные аппараты, с помощью которых удалось установить места пребывания на льду людей, куда и направилась патрульная группа. Вперед оттепели выход на лед наиболее опасен, особенно на реке, где появляются промоины. Основная задача рейда, по словам руководителя регионального МЧС Сергея Филипова, посетить наиболее популярные места массового выхода на лед людей и напомнить им основные правила поведения на воде. Для передвижения по реке и труднодоступным берегам были задействованы квадроцикл, снегоход и судно на воздушной подушке. Оно позволяет передвигаться по мелководью, болотам, глубокому снегу, битому льду, преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели. То есть предназначено для перемещения на участках, где маломерное судно с мотором не сможет передвигаться, ввиду отсутствия достаточной глубины. Еще одна полезная функция судна – возможность перехода с воды на сушу и обратно, без дополнительной подготовки. А в опасности выхода на лед и правилах поведения на воде Сергей Филиппов предупреждал рыбаков по громкоговорящему устройству. Во время рейда он проводил с людьми профилактические беседы, раздавал памятки, напоминал, как действовать в случае, если провалился под лед сам или как оказать помощь другому человеку. Кроме того, люди, которые отдыхали на берегу реки, также были проинформированы о правилах безопасности. Многие взяли с собой детей, которых сотрудники МЧС прокатили на судне на воздушной подушке и снегоходе. По итогам рейда Сергей Филиппов обсудил с представителями регионального отделения общественной организации Всероссийского общества спасения на водах вопросы взаимодействия для обеспечения безопасности людей на водоемах. Речь шла об участии в совместных рейдах и патрулировании применения нетрадиционных форм профилактической работы. Особое внимание уделялось формированию культуры безопасного поведения у детей. Добиться наилучшего результата позволит совместная деятельность представителей местной власти, сотрудников МЧС, активистов, общественных организаций, добровольцев и, конечно, ответственное отношение самих рязанцев к соблюдению простых правил безопасности. Не обходится, к сожалению, наша жизнь и без криминальных событий. В Рязани полицейские пресекли деятельность подпольного и горного клуба, а патрульные полицейские задержали на улице Рязани злоумышленника, подозреваемого в ночном ограблении пенсионерки. Подробности у Оксаны Тебенихиной. Рязанские полицейские пресекли деятельность подпольного и горного заведения, которое пряталось за железной дверью в цокольном помещении одного из торговых центров на улице Политаева. Изъято 9 игорных аппаратов и один электронный терминал, предназначенный для организации азартных игр. Полицейские получили информацию, что в помещении, расположенном на цокольном этаже одного из торговых центров на улице Политаева, установлены игорные аппараты и организованы азартные игры. В ходе проверки оперативники выяснили, что в буквальном смысле подпольный игорный клуб функционирует в круглосуточном режиме. По звонку по специальному телефону постоянные посетители могли проникнуть в клуб в любое время, дня и ночи. Для этого, как позже выяснилось, для работников клуба была организована комната отдыха и сна. Кроме кодового звонка и глухой железной двери, деятельность игорного заведения охранялась строгими мерами конспирации. Однако полицейские обошли эти уловки и проникли в клуб прямо в разгар игры. По факту незаконной организации азартных игр проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Ну а сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на улице Новоселов злоумышленника, который подозревается в ограблении 67-летней пенсионерки. Ночью полицейские заметили у тротуара молодого человека с дамской сумкой, убегающего от упавшей на дороге женщины, и задержали его. Буквально через 10 шагов. По предварительной информации, грабеж был совершен под прикрытием перевезти бабушку через дорогу. Под видом оказания услуги пожилой женщине, а именно помощи перевода через дорогу, данный гражданин подошел к ней, высказал свое желание. Она, не предвидя никаких последствий негативных для себя, согласилась. И в ходе перевода через дорогу он уже, исполняя свой умысел корыстный, схватил сумку, толкнул ее, вырвал и побежал. Однако вскрыться он не смог, потому что действия были замечены сотрудниками полиции, которые патрулируют в том районе, и он был задержан. Было установлено, что задержанный 26-летний рязанец был не трезв. В ту ночь он возвращался от приятеля. По словам злоумышленника, мысль отобрать сумку у пожилой женщины возникла спонтанно под действием спиртного. Как оказалось, в сумке были документы пострадавшей и продукты питания. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 25 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено 1901 нарушение правил дорожного движения. Задержано три водителя в состоянии опьянения. Утром 1 февраля в Рыбновском районе на 171-м километре автодороги Москва-Челябинск 42-летний житель Краснодарского края, управляя грузовым автомобилем МАН с полуприцепом, совершил наезд настоящие автомобили Киа и Рено. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила женщина-пассажир автомобиля Киа. Медицинская помощь ей была оказана на месте. В этот же день примерно в 4 вечера в Пронском районе на 64-м километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин житель Владимирской области, управляя грузовым автомобилем МАС с полуприцепом на мосту через реку Проня, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем МАС Квич под управлением 55-летнего жителя города Пронск. В результате происшествия водитель легкового автомобиля и ехавший с ним пассажир-мужчина 60 лет, от полученных травм, скончались на месте происшествия. И немного о спортивных событиях. В минувшие выходные юные рязанские каратисты показали мастер-класс на престижных соревнованиях, которые прошли в нашем городе, а заодно и значительно пополнили свои копилки спортивных наград. В минувшие выходные в Рязанском городском дворце детского творчества впервые прошли соревнования пятого чемпионата, первенства центрального и северо-западного федеральных округов и соревнования Рязанской области. Тема среди детей 8 и 11 лет по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине «Сетакан». В соревнованиях приняли участие 488 спортсменов, 13 команд из 13 регионов России. Всего было проведено 900 стартов. Оценивали мастерство спортсменов 50 судей. Рязанская область представляла сборная команда в количестве 70 спортсменов, которые в общей сложности завоевали 63 медали, из которых 15 золотых. Это пятый по счету подобный турнир, и впервые он проводился в Рязани. И в завершении программы немного о погоде. Природа радует нас теплом, а иногда даже появляется солнце. Дни стали длиннее, в воздухе начинает витать совсем внеплановый дух весны. А резиновые сапоги входят в моду. В февраль в Рязани начался с оттепели, и в последующие дни Атлантика при ярко выраженном западном переносе продолжит поставлять порции теплого и влажного воздуха в центры Европейской России. Первые декады месяца обещают быть очень теплой. Аномалия температуры превысит 10 градусов. За первую декаду месяца выпадет более половины месячной нормы осадков. В первой половине недели сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием скандинавского циклона. Поэтому временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами порывы ветра до 15 метров в секунду, гололед на дорогах, усиление гололедицы. Преобладающая температура воздуха и ночью плюс 1, минус 5 градусов, днем минус 2, плюс 3. В выходные дни окажет свое влияние гребень антициклона. Ожидается преимущественно без осадков и похолодает. Ночные температуры составят минус 3, минус 8 градусов. Местами по области до минус 10. Днем прогнозируется от 0 до минус 5 градусов. Февраль 2015 года тоже начинался с очень теплой погоды. Как и в прошлом году, сейчас в Атлантике сохраняется положительная аномалия температуры воды и удерживается высокой температурой гольф-стрима. Это позволяет предположить, что и в феврале текущего года тепло Атлантики станет определяющим фактором погоды и в нашем регионе. Во второй половине месяца большая часть дней тоже ожидается с отепелью. Развитие синоптических процессов в феврале 2016 года показывает, что он не обойдется без рекордов максимальной температуры воздуха или близких к ним значений. Кстати, сегодня в Канаде и США отмечают традиционный народный праздник – День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за этим животным, влезающим из своей норы, и по его поведению можно будет судить о близости наступления весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору. Зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранее. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору. Будет еще шесть недель зимы. В России же февральские студенные будни открывает и Ефимов день. Зима в последний свой месяц обязательно показывает все силы. Февраль характеризуется многочисленными метелями, и День памяти Ефимия Великого прогнозирует погоду на весь месяц. По поверью, если в этот день метель, то весной следует ожидать отголоски зимы. На Руси наблюдали за поведением животных. Считалось, что кошка скребет пол к метели. Куры, которые виляют хвостом, обозначают аналогичные погодные явления. И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее прогноз погоды и программу подробностей. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok